Всем привет дорогие друзья, с вами Дима Лоба и в этом видео я вам расскажу как пользоваться такими программами как Фрапс, да, какой программой точнее я снимаю, какой записываю, какой что делаю, вообще людям это было вроде как интересно, мне писали в комментариях, чем ты снимаешь, чем монтируешь, монтирую я Sony Vegas Pro 10 и 12, ой, 11 и 10, сейчас всего 11 Вот, снимаю я фрапсом, потом звук я записываю вот этой вот программкой, аудио сити называется, вот, еще у меня есть бандикам, которым я сейчас кстати записываю, вот И, наверное, на этом все, да, потому что я больше ничем не снимаю, вот, итак, первая настройка это фрапс, значит, вот эти настройки это почти ничего не, ну это не важно, дальше вот это вот у нас Это если вам надо снимать экран, ну, экран, мне кажется, потом я расскажу, вот, но вот это главное окошко, где вам все надо выставить Первое станет вот тут, куда вам надо, чтобы видео, куда вам надо, чтобы видео именно сохраняется, вот вы записали, поговорили там, поснимали, и чтобы видео куда сохранялось Она будет сохраняться вот сюда, вот, и дальше, это да, то есть вот сюда сохранять Потом вот эта кнопка начала и конца, то есть старта и финиша видео, то есть начали нажали на эту кнопку, видео будет начинаться Дальше, вот тут мы вставляем 30 фпс, потому что это стандартное Я иногда снимаю 60 фпс, когда игры очень редкие, но чаще всего с 30 фпс я снимаю, это самая нормальная настройка И как бы вот так, да, то есть это оптимальная настройка для всех компьютеров Дальше, вот тут ставим full size, если вы поставите half size, то будет очень плохое изображение Но если у вас full hd монитор, и вы снимаете на 1920 на 1080p, то тогда вы можете поставить half size, но все равно будет изображение хуже, чем на full size Так что ставим full size Тут мы, значит, ставим стерео, windows 7, sound, все как у меня, короче, выставляете, ребят Тут скриншоты, это абсолютно неважно, то есть самое главное, это вот это вот, вот это вот, дурь Вот это вот, вот это раздел Так, дальше, дальше приходим к настройкам аудиокаста, то есть вот, которыми я как раз сейчас записываю, ребят Вот, значит, начинаем, то есть начало записи вот на эту клавишу Вот, да, на эту клавишу, начало записи Конец записи на эту клавишу, остановка на эту клавишу И если же, ребят, вам нужно убрать шумы, то берем, выделяем вот тут правой кнопкой мыши, эффекты И нажимаем удаление шума, там будет создать модель шума пункт Мы создаем модель шума, потом нажимаем Ctrl-A И опять же нажимаем, там у нас выделяется все Вот, нажимаем эффекты, удаление шума и удаляем шум Вот, нажимаем там удалить Да, и тогда, тогда у вас шум удалится, но может чуть-чуть измениться голос Но это не так, не столь важно Так, дальше идем в настройки бандикама, настройки Sony Vegas Pro И да, ребят, настройки Sony Vegas Pro я покажу в следующий раз То есть, да Потому что там очень-очень много чего Как бы если рассказать все функции, это будет очень долго Так, дальше заходим в бандикам, смотрим бандиками Тут настройки, настраивайте, я уж в принципе не помню Настраивайте все, как у меня, ребят Вот я вам сейчас все покажу Вот, ну старт-стоп настраивайте, конечно, свой Пауза тоже свою настраивайте Курсор надо включить мне 30 OPS, опять же, настройки тут тоже, как у меня Если хотите, выставляйте Вот И еще вам, ребят, я хочу сказать То, что То, что Если вы хотите монтировать файлы Бандикама в Sony Vegas Pro, то у вас не получится Потому что звук не будет читаться Но так как я сторонним Аудиозаписью То есть, если У вас есть такая же сторонняя программка, которая Аудиофайлы монтирует То есть, ну вот Да, монтирует То Тогда вы можете как бы смонтировать ее в Sony Vegas Pro А так вам нужен Этот 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 Про что ли Вот Да, то есть, другая программка для монтажа Но я пользуюсь Sony Vegas Pro и мне она более удобна А, дальше Где я создаю картинки, ребят Создаю картинки Я в фотошопе Это Ну, это понятно, наверное И да, на этом, наверное, все То есть, я рассказал все настройки Вы как хотите, так и Выбирайте То есть, как у меня все Выставляйте Это будет такой кратенький обзор Он затянется всего лишь на 5 минут Потому что Ну, больше вам ничего не надо рассказывать Я не буду, как бы, много тараторить Много вам рассказывать Все я вам вкратце расскажу Выставляйте все по мне И у вас все будет идеально Так что, да На этом я с вами попрощаюсь Всем пока, дорогие друзья С вами был Дима Лоп Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем удачи И ждите новых видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok